Маяк вдохновения для окружающих Давным-давно в маленьком городке, расположенном в горах, жила молодая девушка по имени Майя. Сердце Майи было наполнено глубокой любовью к искусству. Она любила петь, танцевать и создавать прекрасные произведения искусства, которые приносили радость окружающим. Однако на пути к осуществлению своей творческой мечты, Майя столкнулась со многими препятствиями. Ее семья была бедной, и они с трудом сводили концы с концами. Они не могли позволить себе отправить Майю в престижную художественную школу, а в городе не было никаких ресурсов или возможностей для развития ее навыков. Но Майя отказалась от своей мечты. Она проводила каждую свободную минуту за пением, танцами и занятиями искусством. Она часами читала книги о различных видах искусства и изучала технику известных художников. По мере взросления страсть Майи к искусству только усиливалась. Она знала, что должна найти способ воплотить свою мечту в жизнь. Она откладывала каждую копейку, подрабатывала у соседей и продавала свои работы на местном рынке. Однажды Майя услышала о престижной школе искусств, расположенной в городе. Она поняла, что это ее шанс узнать больше о своем ремесле и развить свои навыки в полной мере. Майя скопила все свои деньги и отправилась в город, где прошла прослушивание в школе. Школа была впечатлена талантом и преданностью Майи, и они предложили ей стипендию для обучения. Майя была вне себя от радости, и она с энтузиазмом и решимостью принялась за учебу. На протяжении многих лет Майя неустанно трудилась, чтобы развить свои навыки и овладеть своим ремеслом. Она училась у лучших артистов мира и оттачивала свое мастерство в пении, танцах и создании прекрасных произведений искусства. Когда учеба Майи подошла к концу, перед ней встал новый вызов. Она должна была доказать, что является компетентным художником и найти способ использовать свои таланты на благо своей общины. Майя вернулась в свой город и начала работать с местной общиной, чтобы принести радость искусству окружающим. Она основала общественный хор, обучая детей и взрослых петь и выступать вместе. Она также создала танцевальную труппу, предоставив детям и подросткам возможность изучать и исполнять танцы разных культур мира. Майя также стала защитником искусства, сотрудничая с правительством и другими организациями. Чтобы пропагандировать важность искусства в образовании и в обществе в целом. Она выступала перед аудиториями по всей стране, рассказывая о преобразующей силе искусства и о том, как его можно использовать для вдохновения перемен и объединения людей. С годами преданность и упорный труд Майи принесли свои плоды. Она стала уважаемым членом общества, известным благодаря своему таланту и стремлению нести радость искусству окружающим. Ее страсть и энтузиазм вдохновляли других и типа ее стопам. И она стала наставником для многих молодых людей, которые разделяли ее любовь к искусству. Оглядываясь на свой путь, Майя поняла, что ее мечта стать художником была не просто работой. Это была ее любовь к искусству и желание нести радость и красоту в окружающий мир. И когда она стояла на сцене, пела и танцевала перед многотысячной аудиторией, она знала, что достигла чего-то действительно особенного. Она стала поборником искусства, маяком вдохновения для окружающих и настоящим художником во всех смыслах этого слова.